В Китае спасатели пытаются справиться со стихией. Сильнейшие проливные дожди продолжаются на юго-западе страны уже несколько дней. Пожарные спасают в первую очередь стариков и детей. Стихийное бедствие затронуло почти 7,5 миллионов человек. Известно о 10 погибших. Несколько сотен считаются пропавшими без вести. 8 миллиардов долларов без малого потребуется Китаю на восстановление инфраструктуры после наводнений. В ликвидации последствий непогоды задействованы полтора миллиона спасателей. Масштабное наводнение затопило семь городов. В зоне риска до сих пор остаются 700 тысяч жителей. Дожди вызвали оползни. Этот участок мы убираем с шести утра. Но завтра утром всё повторится. Замкнутый круг. Стихийные проливные дожди на юго-запад Китая обрушились выходные. Непогода затронула 7 миллионов 400 тысяч человек. Большинство из них остались без крыши над головой. Сотни человек считаются пропавшими без вести. Затоплены улицы и даже целые деревни. Большая вода серьёзно повредила и сельхозугодие. Затопленными оказались тысячи гектаров рисовых полей. А в больших городах в воде подвалы и первые этажи. Я приехал сегодня утром в 6.30. Потоп был глубиной около метра. Думали, вода спадёт. А она всё больше становится. От природной стихии пострадали и достопримечательности. Практически наполовину ушёл под воду оранжевый остров Цючжоу, расположенный на юго-востоке Китая. На нём находится одна из самых больших и необычных скульптур в Китае, изображающая молодого Мао Цзэдуна. Синоптики тем временем не прогнозируют прекращение осадков. Это муссонные дожди, которые задели Индию и Непал.